Вот так сегодня на железнодорожном вокзале Сочи встречали участников армейского музыкального форума, ставшего традиционным для нашего города. Он был образован 19 лет назад и получил с самого начала название «За веру, за отчизну, за любовь». На фестиваль конкурс приезжают коллективы различных родов войск из абсолютно разных уголков нашей страны. Это ансамбли, солисты, авторы-исполнители. В этом году их более 450. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Все, кто был сегодня на вокзале, стали невольно участниками фестиваля и с удовольствием слушали духовой оркестр внутренних войск. Большой галоконцерт лауреатов и дипломантов состоится 10 апреля на площади у Южного Мола, а в зимнем театре пройдут, начиная с 6 апреля, конкурсные выступления. Там уже сегодня состоялась пресс-конференция организаторов музыкального форума. «Это, по сути, фестиваль-марафон. И мы очень гордимся тем, что этот фестиваль продолжает жить в нашем городе. В городе многонациональном, с большими традициями, культурными, общественными. И хотелось бы сказать, что, подводя итоги 18 годам существования фестиваля, что наш город полюбили». В этом году произошли изменения в номинациях фестиваля. Теперь они есть и для профессионалов, и для непрофессиональных коллективов. Значительно обновился состав участников. Многие приехали впервые. «Это величайшая школа, через которую проходит уже, тут Ирина Николаевна говорила, свыше десятки тысяч человек прошло. Ну, если каждый год у нас 400-500 человек встречается, вот, умножьте на 19. Это такое количество людей проходит через эту школу, где выявляются таланты, мастера. Вот, где формируется характер, где формируется желание и стремление людей, которые обладают такими профессиональными качествами, из которых рождаются настоящие артисты». Самыми активными по-прежнему организаторы фестиваля называют коллективы МЧС и внутренних войск. Значительно дополнился список участниками из Крыма, Севастополя. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ.